Вера вечна, Вера славна, Наша вера, право слава... Сегодня мы вновь вернемся к личности владыки Феофана, одного из величайших богословов своего времени и смиреннейшего представителя распятой Руси, бывшего духовником святого царя Николая II и его святой семьи. Праведники, как мы уже знаем, всегда гонимы при жизни. Великие праведники часто бывают гонимы, подвергаясь оклеветанию и посмертно. Пока живы их гонители и пока память о них мешает политике новых богоборцев. В самой большой клевете мира сего в наше время подверглась и подвергается святая царская семья императора Николая II. Много лжи и неприятий доставалось людям и ее окружающим. Мир, возле лежащий, поддерживаемый темными силами, не желает знать доброе. Боится света и льется грязь, наполняются ядом гнилые слова ненавистников истинной церкви Христовой. Архиепископ Феофан был дивным, подлинным подвижником. Он стал одним из новых славных угодников Христовых, претерпел гонения и поныне не принят даже и православными. Теми из них, что озабочены устройством внешнего благополучия церковного в условии демократического правления в землях Руси. Святой некогда, а ныне претерпевающий гонения от антихриста Путина и его предтечи, лжепатриарха Гундяева. Но возрадуемся, друзья, ибо недолго еще этой нечисти осталось править бал на руинах Руси. Ибо в пророчествах святителя Феофана мы слышим следующее. Бог благоволил России дать то, чего ни одному народу на земле не давал. Народ обратится к покаянию, к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится. Православие в ней возродится и восторжествует. Но будет уже не то, каким было прежде. Сам народ восстановит православную монархию. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле. Он совершит большие преобразования и незринит всех неверных иерархов церкви. Он сам будет выдающийся личностью с чистой, святой душой. Царь придет из династии Романовых по линии матери. Он будет Божьим избранником, послушным ему во всем. Царь будет человеком пламенной веры, гениального ума и железной воли. Так о нем открыто. Будем ожидать исполнения открытого. Верую, братья и сестры, и чувствую, что ликует сейчас сердце владыки Феофана, ибо ожидание его исполняется как никогда. Господь даровал нам обещанного царя Зосиму из рода Романовых. И мы, его верноподданные, чадо Русской Православной Церкви Царской Империи, преклоняемся пред чистой, святой душой Государя, пред его пламенной верой и великой ревностью по Богу. Царь-патриарх Всеруси Зосима собрал уже три поместных и один земский собор, навел порядок в церкви, устранил ретичествующих теплохладных и поставил истинных непоколебимых архиереев. И даже сейчас, находясь в вузах, претерпевая со своими духовными чадами всяческие гонения и унижения от иудействующих властей, Государь верно и смело продолжает вести свои корабли в Церкви Царской Империи к торжеству православия. Ибо долгожданной встречи солнца правды, друзья, без Голгофа быть не может. Сегодня Голгофа в вузах и страданиях, на третий день – воскресенье. Тако веруем, тако исповедуем. В завершение нашей сегодняшней небольшой беседы давайте возьмем, друзья, на заметочку своему сердцу и постараемся воплотить в жизнь следующее наставление апостола Павла. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приидет и не умедлит. Аминь.